Проголосовали. Сессионный зал сегодня был полон как никогда. В парламенте и президент, и премьер, и кабмин всем составом. На кону законопроект, из-за которого две недели жестко спорили депутаты, а западные партнеры выдавали свои гневные заявления. Документы об антикоррупционном суде. В итоге на табло свыше трехсот. Как нардепы на кнопки нажимали, какие аргументы звучали и что получилось, обо всем подробнее дали в материале. Еще задолго до утреннего заседания президент уже был в стенах парламента. Пришел на заседание фракции БПП просить нардепов отдать голоса за законопроект об антикоррупционном суде. Президент просил нас поддержать этот законопроект как надзвучайно важный, как такой, который закончил работу президента и нашей политической силы в первую очередь, в связи с созданием антикоррупционной системы в Украине. Если прапрезидентская фракция готова проголосовать, то оппозиция по-прежнему настроена против. Неможливо договориться с нами, потому что мы никогда не пойдем на порушение Конституции. А сегодня в парламенте уникальное явление, когда в присутствии гарантной Конституции президента краины парламент принимает закон про антикоррупционный суд, что прямо противоречит статью 125 Конституции, которая забороняет створение окремо взятых судов. Финальной версии документа не было вплоть до начала заседания, но в БПП уверяют, с международными партнерами все согласовали. Никто не видел законопроекта. Как можно принимать решение за него голосовать или нет, если нет текста? Остательной редакции не видел еще никто. Даже сам комитет не видел, потому что комитет профильный. Лише сейчас, в этот момент, собирается для обговорения остаточной редакции. До самого вечера велися перемоги на остаточные ЗМВ и согласовали остальные детали. Остальная редакция будет озвучена буквально за несколько минут. С небольшой задержкой утреннее заседание открыли. До финального голосования еще несколько десятков поправок. Их рассматривают за 40 минут, и в зале появляются сначала министры во главе с премьером, потом президент с обращением к нардепам. Сегодня голосование за антикоррупционный суд является лакмусовым папиром для каждого народного депутата. Потому что сегодня мы завершим создание эффективной, прозорой антикоррупционной инфраструктуры. В этом зале были проголосованы и поддержаны, в том числе, мои законопроекты, которыми создалось независимое и прозорое антикоррупционное бюро, надано законодательное обеспечение специализованной антикоррупционной прокуратуры, створено национальное агентство за побегание коррупции, впервые створено законодательное обеспечение заполнения электронных деклараций. Традиции и привязки к датам остались верны и сегодня. Четыре года назад, 7 июня, была инаугурация президента. И как не усмотреть здесь символизм? Мы его принимаем не для Международного валютного фонда, как где кто может подумать. Мы его принимаем и не для Венецианской комиссии, не для Ради Европы, не для Европейского Союза, не для США. Наша с вами мотивация, мы его принимаем для Украины. Для того, чтобы обеспечить эффективную, прозорую борьбу с коррупцией. Створить независимый, независимый антикоррупционный суд. Сегодняшнее выступление президента было как никогда коротким. И сразу же после слов Порошенко профильный комитет отправился сводить все правки воедино. Те правки, которые стоялись в повноважении Громадской Ради международных экспертов, были комитетом не вызначены. Было запропоновано расследование в зале. Станом на сегодня, в результате проговоров, мы нашли формулу, которая полностью наголошу, соответствует рекомендациям Венесейской комиссии. Вместо запланированных 30 минут комитету понадобилось полтора часа, чтобы подготовить текст к голосованию. Зал снова ожил, лидеры фракции вышли со своими призывами. Фракция партии Блок Петра Порошенко будет поддерживать законопроект авторства президента. Мы закликаем всех коллег взорваться в этой зале. Это обратно к всех вас сегодня, сделать решительный крок в создании Вищего антикоррупционного суда, для того, чтобы он служил народу Украины. Самопомощь будет поддерживать законопроект про антикоррупционный суд. Я считаю, что нужно передать негайно этот законопроект до Венесейской комиссии, в том варианте, который нужно угодить, и после обеда, тогда принимать решение после заключения. Против документа остался по-прежнему оппозиционный блок. Наша фракция наполягает на проведение судовой реформы, того, чего ждет весь народ Украины, чтобы все суды были изменены, были честными, справедливыми, а этот суд, его создание, мы не поддерживаем и голосуем против. Тем не менее, в считанные минуты законопроект вынесли на голосование, и зал поддержал 315 голосов, а позже выяснилось, что 317. Две карточки на РДЕПа вниз работали. Документ принят, зал аплодирует. Сегодняшний день есть историчным. Я приветствую вас всех. И хочу просто по-людски благодарить. Благодарить за очень хороший подарок на четвертую речницу моего президентства. Саму спорную поправку о роли Совета международных экспертов на РДЕПа уместили в формулу, с которой, по их словам, согласились все. Международная Рада экспертов, которая будет сложиться не из семи, а из шести представителей, половина, то есть три, принимает решение о том, что какой-то кандидат недопречесный и не отвечает требованиям. После этого собираются спальные заседания вместе с высшей квалификационной комиссией. И на этом спальном заседании, как минимум, девять членов высшей квалификационной комиссии, и, снова же таки, половина от склада Международной Рады экспертов, то есть три, могут подолать те решения, которые были приняты перед этим, то есть скасовать этот негативный выяснитель. Двухнедельная эпопея с рассмотрением законопроекта об антикоррупционном суде закончилась. И, пользуясь присутствием нардепов в зале, в Раде тут же проголосовали за избрание аудитора НАБУ от парламента. Екатерина Лысенко, Ксения Парвиненко, Владимир Самченко, Вадим Севердонов. Подробности телеканал Интер.